Рука помощи в годы бесчеловечности. В период депортации на территорию нашей страны насильственно переселили представителей десятка этносов. Они остались без дома, вдали от родины. Многие выжили благодаря неравнодушию коренного населения. Чтобы сказать спасибо тем, кто разделил с депортированными кров и еду, учредили праздник, который в Казахстане отмечают 1 марта. О значимости Дня Благодарности семьи депортированных говорили с молодежью. Они рассказали истории своих предков. Смотрим сюжет. Дальневосточные корейцы были в числе первых спецпереселенцев. Чаще всего обвиняли их в якобы шпионаже для Японии. Есть доказательства или нет, роли не играло. Неугодных насильственно депортировали целыми семьями. Осенью 1937 года эшелон отправили в Казахскую степь. В одном из вагонов были прабабушка и прадедушка Алексея Хана, шестеро детей и пара чемоданов. Все, что разрешили взять. Какая местность станет их новым домом, не знали. На всякий случай приготовили самую теплую одежду. Только вот пальто для дальневосточного климата оказались совсем не кстати на севере Казахстана в начале зимы. Вагон отцепили в Акмолинской области. Первую зиму они жили в землянках, рыли землянки. Очень сильно, очень хорошо помогло местное население, когда они увидели, что людей просто выгрузили на станции и пустили в поле. Через несколько дней местные жители начали приносить еду, одежду. Когда начались холода, начали забирать маленьких детей к себе в дома. Позже и взрослых приютили. Кого в пристройках, кого в сараях. Так и пережили первую зиму. И когда, говорят, делили последний кусок хлеба, не приукрашивают. В годы депортации коренное население с трудом выживало в степи. Очень тяжелые 30-е, 40-е годы, когда и сам казахский народ испытывал серьезные решения, как джут, как голод, в результате непродуманной политики тогдашней советской власти. В семьях спецпереселенцев редко рассказывают о годах депортации. Так было и у Евгения Райтенбаха. Подробности самых печальных страниц истории семьи искали в архивах. В итоге нашли некоторые данные в церковной документации. В ноябре 1941 года дедушку забрали в трудовую армию. Бабушку Евгения и четырех дочек депортировали из Грузии всего Семиозерку, ныне это Жамбылский район. Немецкая семья в начале Великой Отечественной оказалась в голой степи в лютый мороз. Трудно было объяснять, откуда эти немцы взялись, что они уже 300 лет живут в России и прочее. Наверняка уже некоторые получили похоронки, но тем не менее их приняли. Больше того, рядом жила казахская семья. Хозяйка казашка, она постоянно забирала мою маму. Она научила ее прясть и даже она просила бабушку, отдай Лизу нам на воспитание. Потому что чужой беды не бывает и в степи тогда не делились. На своих и приезжих помогали каждому, чем могли. Примечательно, что это не было обязанностью. Напротив, власть такое не поощряла. Просто по-другому коренное население не могло. За эту руку помощи в годы бесчеловечности другие этносы благодарят казахский народ. Первые азербайджанцы прибыли в Казахстан в 30-х годах. По решениям НКВД Азербайджанский СССР из своих родных земель были выселены азербайджанцы на юг Казахстана. Затем второе переселение было в 44-м году. Из грузинских СССР азербайджанцев переселили. Из таких трудных условий они выжили. Это особенно в 30-е и 44-е годы. Это были очень сложные времена. И мы, азербайджанцы, благодарны казахскому народу. Людей оставили без дома, вдали от родины. Но даже на почве отчаяния, голода и холода может вырасти нечто прекрасное и светлое. Крепкая дружба десятков этносов стоило только удобрить эту землю отзывчивостью и добротой.